Общественники Якутска возобновили рейды по магазинам города, чтобы узнать, насколько соблюдается закон, предписывающий ограничение времени торговли алкоголем в республике. Репортаж наших корреспондентов. На часах 8 вечера в регионе по закону действует ограничение времени торговли спиртным. Продавать можно только с 14 до 20 часов. Наша съемочная группа едет в рейд вместе с представителями Министерства по развитию институтов гражданского общества Якутии и общественной организации «Алмаз». В первом магазинчике на улице Лермонтова девушка-продавец не успела отпустить товар на просьбу покупателя продать водку. Увидев камеру в руках оператора, она юркнула за перегородку. Зато во втором магазине в районе елочки спиртное продали сразу без тени смущения. Сейчас спросил, есть пиво? Она говорит, есть. Потом спросил, а может водку? Да, вообще без проблем. Вот так вот и продали. Продали горячительное без товарного чека за 300 рублей. Таким образом, владельцы магазинов стараются избегать наказания за нарушение закона. Ведь вина падает на продавца. А штрафы, предъявляемые законом владельцу магазина и продавцу, существенно разнятся. Продавец за такое нарушение платит до 10 тысяч рублей. Тогда как владелец должен был бы заплатить несколько сотен тысяч. Мы с ними договаривались полюбовно. Они обещали, что они будут. Но, как видите... Общественники начали такие рейды с конца прошлого года. Хотим предупредить всех владельцев магазинов, что штрафы увеличились на продавцов это от 10 до 20 тысяч рублей, на юридические лица от 500 до миллиона рублей, вплоть до закрытия магазина. Поэтому, пожалуйста, не продавайте. От этого страдают семьи, дети. Поэтому надо закон соблюдать. В третьем магазине на Чайковского без лишних разговоров продали алкоголь. И тоже без кассового чека. Отныне такие рейды общественного контроля будут проводиться постоянно. В том числе с привлечением полиции и других надзорных органов. Усилия общественности должны принести результаты. Ведь именно с подачи общественных организаций в Якутии были приняты законы, направленные на защиту населения от алкоголизации. Общественная организация «Трезвая Якутия» провела мониторинг и выявила, что большая часть якутян – за принятие законов, ограничивающих продажу алкоголя. Рейд по магазинам показал, что законы беззастенчиво нарушаются ради извлечения прибыли. И объединение сил властей с общественностью сегодня направлено на то, чтобы в нашем обществе стали уважать и соблюдать законы, защищающие жизнь и здоровье людей. Евгений Рязанский, Варвара Куличкина, НВК, САХА.